Доброго времени суток, уважаемые зрители канала Гайк Медиа. Сегодня в программе Гайк Подкаст мы поговорим о такой теме «Секты, как духовный вирус». Помочь разобраться в таком сложном вопросе и обсудить такую сложную тему мы попросили настоятеля армянской апостольской церкви Суп-Вартан в городе Кисловодск Тер Саркиса и журналиста Арама Фаряна. Баррис Тер Саркис, Баррис Арам, здравствуйте. Основатель саентологии, американский писатель-фантаст Рональд Хаббард как-то сказал «Хочешь стать миллионером? Создай свою религию». Если несколько перефразировать его смысл, то ее можно весьма успешно использовать и в случае растущих, как на дрожжах, сект. Почему эти секты возникают? И кто попадает в сети ловцов душ? И что такое секта? Лучшее определение сект дает Ренсьене Манженеро. Религиозная полиция, спецслужба МВД Франции, занимающаяся в частности наблюдением за сектами. Ренсьене Манженеро сформировала 10 критериев. Дестабилизация сознания, непомерные финансовые притязания, поборы, навязывание разрыва с прежним окружением, покушение на физическое здоровье, вербовка детей, антиобщественные высказывания, нарушение общественного порядка, привлечение к суду или следствию по серьезным обвинениям, нарушение норм экономической деятельности, утаивание средств, попытки проникновения во властные структуры. Если хотя бы один из этих признаков имеет место, организацию считают сектой. Кстати, в очень даже демократической Франции секта Свидетелей и Иеговы, она же секта Джорджа Рассела, официально запрещена законом, как тоталитарная. В сети основателей сект в последнее время все чаще попадает молодежь. И основной причиной этого становится желание быть понятым, найти круг единомышленников, которые могут поддержать, избавить от насущных проблем. А также, как утверждают многие молодые люди, желание получить ответы, поскольку Церковь не дает ответы на мои вопросы. Всем известный принцип «разделяй и властвуй» активно используется в наши дни внешними силами, которые искусственным образом разделяют общество и народы, взращивают новые поколения, которым чужда своя история, культура, религия и собственный цивилизационный код. Более активно стали разделять и сталкивать людей по религиозному принципу, как на межгосударственном уровне, так и внутри обществ разных стран. Армянский народ в 301 году первый на государственном уровне принял христианство. И это прежде всего было сделано с целью сохранения собственной идентичности и национального единства. В условиях, когда Армения более 500 лет не имела государственности, именно христианство послужило основой для сохранения самобытности армянской нации. Армянская апостольская церковь и сегодня продолжает играть важную роль в деле сплочения и единства армянского народа, не только внутри Армении, но и далеко за ее пределами, учитывая, что подавляющая часть армян проживает в разных странах мира. В последние годы в Армении все более активно стали разворачивать свою деятельность религиозные секты, с помощью которых делаются попытки подорвать устои армянской апостольской церкви и основы христианства вообще. В Армении на сегодняшний день зарегистрированы десятки религиозных организаций, из которых большая часть – секты. Кроме этого, еще десятки организаций не зарегистрированы, но реально активно действуют на территории республики. То есть тысячи человек в Армении вовлечены в секты. Секты сегодня проникли во все сферы жизнедеятельности армянского общества. Практически все секты в Армении имеют иностранное происхождение. И это проблема не только армянского государства. К примеру, в Казахстане число сект достигает 1870, из которых 14 признаны террористическими. А на Украине эта цифра колеблется от 10 тысяч до 11 тысяч. По оценкам некоторых специалистов, в России около 80 крупных межрегиональных сект, 2-3 тысячи более мелких групп, а число адепта варьируется от 600 до 800 тысяч человек. Ну, мы вот сейчас просмотрели сюжет вместе с нашими зрителями, который, конечно, очень коротко описывает тему нашей программы. Невозможно даже в одной нашей сегодняшней программе, естественно, коснуться всех проблем, связанных с этим явлением. Но мы постараемся, по крайней мере, хотя бы какую-то часть из этого обсудить. Хотел бы в самом начале нашего разговора вот ваше мнение по поводу этого сюжета, ну и начнем уже беседовать. Пусть Господь благословит вас в эти еще пасхальные дни. Хочу всех поприветствовать. Благою весть о воскресшем Христе. Христос Харьяве Мэрэлёц. Христос воскресе из мертвых. И ответить тем же благовестием, приветствием пасхальным. Ортняли Гарутина Христос. И благословенное воскресение Христово. Да, спасибо за возможность и площадку и за насущность того вопроса, которого мы попытаемся сегодня поднять. Почему человек попадает в секту? От незнания. Мир, религии и коммуникации с Богом — это не только восприятие того, что есть Создатель, есть Творец. Это еще и некая прокладка этого коммуникационной возможности с этим Творцом. И человек, часто неправильно понимая вообще суть вещей, может заблудиться. Вот представьте себе человека, который находится в лесу. Для того, чтобы ему выбраться на нужную тропу или на нужную поляну, нужно хотя бы понимать, что существует север, юг, запад, восток. Ориентиры обязательно, нужны ориентиры. О чем мы говорим, когда говорим Армянско-Апостольская Церковь? Прежде всего о том, что эта Церковь не священников, это Церковь людей, народа. И Церковь имеет учение и основывает свое учение прежде всего на Священном Писании, на Священном Предании. Учение Армянско-Апостольской Церкви, ее догматика, ее богословие основаны на первых трех Вселенских Соборах и на поместных Соборах самой Армянско-Апостольской Церкви. Это глубокие вопросы, которые издревле и с первых дней христианства будоражили и волновали человека в его правильном отношении к Творцу, к Спасителю. То есть вы сейчас говорите, что Церковь веками приобретала ту форму, которую имеет сегодня? Конечно, однозначно. Однозначно. И человек лишь по незнанию, по неразумению может туда попасть. Хотя мы понимаем, и в общем-то уже процитировано было о том, что это есть некое насилие над человеческим умом, разумом, его состоянием, когда человека просто насильно могут в это вогнать, используя определенные схемы, методы, системы воздействия, естественно, конечно. Для чего? Ну, для того, чтобы, как уже сказалось, разделяй и властвуй. Для того, чтобы человека оттянуть от своих корней. Для того, чтобы дерево не росло. Да потому что деревья без корней не растут. Они становятся трухлявыми, они гниют, и больше плодов не дают. Вот очень важно кому-то, где-то, чтобы деревья больше корней не имели, чтобы они высыхали, чтобы они не питались от своих корней, и чтобы они постепенно не давали плодов. Чтобы человек постепенно забыл, кто есть он. И поэтому человека легко ввести. Такое общее усреднение, да, как бы человек, если не имеет корней, то все деревья, ну, можно, скажем так, усреднить. Это не ботанический сад уже, где есть и пальмы, и ели, а все одинаковые. Ну и потом получается, сектанство, в общем-то, скажем так, является орудием политическим уже, можно даже сказать, на сегодняшний день. Вы знаете, наверное, нет сферы, человеческой деятельности, где бы сектанство не стало бы орудием. Это и политика, это и экономика, это и религия, и все, и все остальное. Ну вот, во всех сферах человеческой деятельности. Ну да, как вот в сюжете было сказано, по сути. Очень легко на человека воздействовать через это. Очень легко. А почему человек порой не получает, как уже сказано в сюжете, что не могут в церкви получить. Вы знаете, с чем иногда сталкиваешься? С тем, что человек приходит с вопросом о вере, но при этом извиняется за то, что он отнимает время у священника. И поэтому хотел бы все-таки пригласить нас к тому, чтобы все поняли, священник именно для этого в храме и есть. Он учитель, он прежде всего учитель. И во-вторых, он уже священник, совершающий таинства, обряды, но прежде всего он учитель. Именно, конечно, с вопросом нужно приходить к священнику. Именно с теми вопросами, которые у нас возникают в процессе чтения священного писания, в процессе общения с людьми, в процессе услышанной или взятой откуда-то информации. Вот с этой информацией нужно прийти к учителю за разъяснением о ее достоверности, правильности или нет. Поэтому приглашаем нас. На это повлияло еще и в советское время, когда был вакуум практически такой духовный. И, может быть, он тоже повлиял на то, что люди к церкви стали как-то с опаской, как-то нехотя, может быть, зачем это. Сама идеология была антицерковной. И, может, это тоже наверняка повлияло на такое отношение. Я думаю, что за последние 30 лет уже в советской власти ничего не было. А на самом деле еще масса других появилось влияние на человека, чтобы оторвать его. Ведь что такое церковь в том числе? Ну, как мое мнение. Это еще, как было сказано, основа. То есть в данном случае мы говорили об армянской апостольской церкви. Но вообще христианская церковь — это основа для того, чтобы человек строил на этом фундаменте свою жизнь, опираясь. И если его удастся с этой основы убрать... Здесь глубоко. Здесь глубоко. Весь вопрос не в наших телах. Весь вопрос в наших душах. Здесь охота нашей души. За душами. Не зря их так называют. Это не просто увезти от чего-то, от какой-то традиции обливать друг друга водой или от какой-то традиции вокруг костра протанцевать. Абсолютно нет. Здесь вопрос в глубине. Создам церковь свою, и врата ада ее не одолеют, говорит Господь. То есть он именно церковь создает, как некий ковчег, в котором человек может спасаться. И вот для того, чтобы человек не спасался, его нужно из этого ковчега вытащить. Его нужно из этого ковчега увезти. Теми правдами и неправдами. В основном неправдами. Но именно от нашего незнания прежде всего надо читать Священное Писание, на котором прежде всего основывает свое учение Церковь, Святая Церковь. И если человек не знает, согласитесь, если человек цифры не выучил, вряд ли его можно научить таблицу умножения, складывать, вычитать. И поэтому, если мы человеку, не знающему цифры, скажем, что 4 плюс 4 — это 10, он поверит, конечно, 10. Ты же знаешь, ты же умеешь. — Ну, то есть в основе, в любом случае, знания. — Знания. Обязательно знания. — Вот, кстати, Терсакис, мы программу строим по такому принципу. У нас было предварительно, мы сообщали, что тему программы, и просили вопросы какие-то задавать, чтобы это было не только наше беседу, а чтобы было вовлечение и зрителей, айк-медиа. И несколько вопросов, конечно, все нельзя уместить в программу, но несколько вопросов я бы хотел время от времени. То есть вот первый вопрос, как раз вот то, о чем я вас прервал, это вот образование, знания, да, вот задает вопрос, я не называю, с какой географической территории, потому что это вопросы, которые, в общем-то, вне географии. Аним Маркосян задает вопрос такой, скажите, пожалуйста, кто находится в группе риска вербовки в секты, кто наиболее уязвимый, ну, я так понимаю, какие группы, да, социальные, и как уберечь детей в наше время, время гаджетов, неконтролируемого потока информации. Естественно, мы с вами можем советы какие-то дать, но вы у нас сегодня в гостях, и прежде всего, ну, хотелось бы вот ваше мнение, не только как священника, но и как вот человека, как родителя там, ну, то есть, понятна тревога, вот по сути 99% я уверен сейчас об этом же хотели бы спросить. Вот как, с одной стороны, не стать ретроградом каким-то, да, то есть запрещать все подряд, скорее всего, запретный плод, может быть, наоборот, да, Слад? А с другой стороны, вот вы сказали по поводу изучения основ, то есть, ну, вот, буквально в смысле священное писание. Насколько я знаю, сегодня большой выбор для детей, в общем-то, да, и книг, да? Ну, вот ваше мнение хотелось бы, вот, то, что они беспокоят. Кто в группе риска? В группе риска все. От мала до велика. В группе риска больше те, кто менее грамотен. В группе риска более те, кто с легкостью отрывается от своего и принимает все чужое. Это определенная группа, для которых все, что не свое, мир большой, я человек мира, ну, вот все эти вот... Гражданин мира. Да, гражданин мира. А какая разница? А главное, вот, что Бог есть в сердце. Ну, вот эти вот обычные высказывания. И, конечно же, очень сильное влияние сектанты имеют на тех, кто попадает в определенные бедственные положения. Ту или иную ситуацию жизненную, не очень хорошую и добрую. Вот там воздействие сразу происходит. Потому что человек нуждается. Нуждается сразу. Нуждается. Я даже могу один пример привести. На заре моей службы в одной из семей разбились две девочки, две сестры на машине. День последнего звонка. Вот такая трагедия. Я молодой священник был на отпевании. Попытался каким-то образом, ну, в силу в том числе и, наверное, неопытности еще. Это вот было почти 30 лет назад. Начало службы. Да. Начало моей дороги как священника. Может быть, не я совсем внимательным был. Но потом, оказывается, оказались те рядом, которые людей попытались увести. Что им предложил? О том, что они видели во сне, им было видение, что душа одной из девочек вселилась в какую-то женщину, та скоро родит ребенка, и вот, вот ваша девочка вот здесь. Все. Что нужно было матери для утешения? Вот что нужно было, то они и дали. Понимаете? Вот они поймали момент, когда человек слаб. Слабого человека. Когда человек голоден, ты ему можешь дать все, что угодно, он съест. Он не будет разбирать пищу. Когда человек наг, ты ему любую одежду дашь, даже грязную он оденет. Здесь очень важно, что это охота, а не охотники. А мы, пастыри, мы защищаем свою пасть от этих охотников, от этих волчьих стай, которые со всех сторон пытаются укусить, отравить. потому, что, конечно, результат, это не вопрос того, что человек в теле пришел в церковь или нет, а вопрос того, что он не спасет свою душу. Вот в чем весь вопрос. И наше приглашение людей вернуться, если вы даже ошиблись, ровно таким же образом, как в притче о блудном сыне, когда у него была возможность, и он попал в эту ситуацию, и он вернулся, и отец его простил. Церковь, как любящая мама, священник, как любящий отец, всегда ждет и всегда рад. Помните, как Христос говорит, если вы из ста имеющих овец одну потеряете, вы будете радоваться больше той одной, которую найдете, чем этим девяносто девяти, которые у вас есть. Поэтому возвращение любого нашего брата, сестры, дочери, сына обратно в клона церкви, это большой праздник в церкви, это большой праздник в небесах для спасения души. Он глобальный вопрос, он важный вопрос. Это не вопрос количества людей здесь или там. Что будет в конце? Вот в чем вопрос. Здесь очень важно, конечно. И, естественно, опять же, я обращу внимание на то, что если не знать, если не читать, если не понимать, то можно уйти в сторону. Ну вот как раз вот то, что Ани спросила, по сути, вот вы сказали, что в группе риск это все, но дети, они, вот, ну, собственно говоря, зачастую предоставлены родителями сами по себе. Грубо говоря, работа или еще что-то, человек думает, что если я ребенка отдал там на музыку или на спорт, я свои родительские функции выполнил. мне кажется, что, ну, самым главным, наверное, музыка, спорт, это очень хорошо, но самым главным, наверное, вот зародить ребенке правильные вот эти основы, чтобы он дальше уже сам мог. Вот как бы вы посоветовали, вот все же, вот для совсем, для маленьких детей. Для совсем маленьких детей. Ну, я имею в виду, которые... Для маленьких детей? Подростков, наверное. Если у они есть дети, пусть она их в воскресенье берет в храм на службу с собой. Личным примером. Молитвой дома. Да, с маленьким ребенком это в виде игры. Три-четыре года ребенок уже совершенно может себя осенить крестом, сделать поклон. Так, вот о чем речь. Ты в лоне церкви? Или ты имитируешь, что ты в лоне церкви? Периодически бывая там, когда тебе это надо, а не как того обязывает свое христианское положение и состояние. Я же воскресно покаянием, с исповедью, с причастием, с молитвой. И со своим ребенком, в том числе и с грудным, в том числе и с маленьким, который периодически захочет выйти из храма, выйди, походи вокруг храма. У нас на очень многих прихрамовых территориях есть даже детские площадки, есть небольшие кухни, где можно ребенка покормить, самому попить, но чтобы ребенок привык. Личным примером, личным опытом, когда семья воспитывает своего ребенка. И опять, папе и маме, что важно? Важно спасение души ребенка. Я за музыку, конечно, я за спорт, но спорт и музыка не спасают наши души. Я о спасении души все равно. Что будет потом, когда все завершится здесь? Это очень важный вопрос, который родители должны задать сами себе и по отношению к своим детям. Тем более, что наше пребывание на земле достаточно временно и лимитировано, и мы даже не знаем, сколько это, когда же это произойдет. А посему будь готов каждый день, что это твой последний день. И это приглашение не во все тяжкие каждый день, что он последний, наоборот, трезво, правильно, оценивая. Осознанно. Твой шанс на спасение, насколько он увеличивается с каждым днем. Работать с детьми обязательно. Личным примером, уверяю вас, это работает. Работает. Протоптать дорогу. Мне кажется, просто многие, как обычно бывает, вот русская пословица говорит, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Мне кажется, что многие просто недооценивают опасность вот сектанства. А оно же не только религиозное сейчас еще бывает. Ну, то есть, всякие вот эти группы, которые к самоубийству детей. Вот как, вот это же страшная вещь. То есть, по сути, если, многие скажут, ну, вы вот сидите, вы в христианскую церковь, вот вы, конечно, вы говорите, идите в церковь, все, но мне кажется, что вот дело даже, это правильная дорога. Просто вы подсказываете ту дорогу, чтобы уберечь от других, несчастья. Потом, когда люди теряют детей во всяких, даже не церковных сектах, а вот всяких сообществах, странах, или еще что-то, это происходит не потому, что те слишком сильны, а потому, что родители слабы. Ну, то есть, родители не повели туда, куда вот вы говорите в воскресенье. И, соответственно, основа этого всего служит, ну, я был занят, я работаю, я деньги, вот мое дело быстрее, там, накопить, квартиру, все, при этом, когда, не дай бог, беда случается, уже это все, ничего не нужно. Это отговорка. Да. Это отговорка ровно так же, как все-таки к доктору и к врачу нужно ходить для предотвращения профилактики болезни, нежели, когда ее уже нужно лечить, или там уже опухоль. Все-таки периодически нужно ходить к доктору. Но таковым доктором, если это касается нашей духовной жизни, и таковой баней, духовной можно назвать, или поликлиника, или больница, все-таки является церковь. И еще, наличие абонемента от фитнес-зала в кармане у человека никак не придает его фигуре какие-то интересы. Да, стройность, бицепсом, трицепсом. Вот то же самое и здесь. Наличие в человеке того, что он крещен, имеющие свидетельство о том, что он является частью церкви, но не посещающей церковь, ровно так же, как абонемент от фитнес-клуба, куда человек не ходит и все удивляется, почему у него бицепсы, трицепсы не растут, почему он все время какой-то несуразный. И еще, ходить в фитнес-клуб можно фитнес-зал, заниматься гантелями, делать упражнения, но при этом можно не получить результат. Почему? Потому что это тоже наука. Техника. Нужен тренер. Инструктор. Обязательно. Который напишет диету, количество подходов, упражнений, как их правильно сделать. Все тоже в церкви. Нужен тренер. Этим тренером все-таки является священник, который тебе пропишет, как, после чего, что, когда. И вот тогда, через какое-то определенное время, ты вправду чувствуешь, что ты стал красивее. Внутри у тебя все-таки иногда щебечут птицы. И ты идешь по этой дороге. А я не встречал сектантов уравновешенных. Это всегда почему-то очень заведенные люди. Принимающих чужое мнение. То есть категоричность суждений. И поэтому приглашаю все-таки домой. Собираться дома. Собираться дома. Там, где мы изначально. Там. Ведь наши предки не просто увидели, что христианство хорошо или плохо. Они там обнаружили истину. Они уверовали в Спасителя. Христос и есть Спаситель. Вот мы за Ним и идем. И кто внутри этого ковчега, внутри церкви, тот идет за Христом. Ибо церковь есть невеста, а Христос есть ее жених. Вот мы и есть эта церковь все вместе. Наши очень мудрые предки увидели свет. Они свет приняли. Не просто потому, что христианство лучше, чем нехристианство. Нет. Там просто ощутить ощущение того, что это истина, это свет. Вот поэтому мы это и приняли. И вот мы туда и приглашаем. За этой истиной, за этим светом идти. Христос сам говорит, я есть истина, я есть путь, я есть начало и конец. То есть через меня все. А мы есть та церковь, о которой Христос говорил. Создам свою церковь, и врата ада ее не одолеют. Ну уж мы-то, имея апостольское начало, начиная с первого века, дома теплее, дома правильнее, надежнее. То есть надо понять, что вообще дом, где он? Найти свой дом. Вначале ты должен определить, кто ты, для того, чтобы понять, где твой дом. Да, сегодня это все сложнее. Если ты не понимаешь, кто ты, то найти свой дом тебе вряд ли удастся. Задай себе вопрос, кто я, и попытайся на этот вопрос ответить. И вот тогда ты поймешь, а где твой дом? То есть этот вопрос по-любому приведет к тому, что ты начнешь корни свои. Конечно. Конечно. Ты цепочка, или ты звено в этой цепи, или не звено в этой цепи? Я вот. Кстати, вот тоже такую тему хотел затронуть. Ну, не тему, а нашим зрителям. Довольно много появилось всяких еще, которые, всяких тренингов личностного роста, вот таких вот вещей, которые вроде бы внешне не напоминают секту, то есть там нет вопросов религии, как бы. там вот хотите быть богатыми, приходите, или как хотите, значит, быть лидерами, я вас научу. И вот эти вещи, они тоже довольно опасны. Я не говорю про всех, но 90% просто я как бы сам лично сталкивался с этим. Не в смысле вот я там был очень много читал и видел некоторые знакомые вот как бы уповают на то, что кто-то им за 10 шагов объяснит вот где их как раз вот место. Это не всю жизнь, как любой христианин, всю жизнь идет по этой дороге, а вот 10 занятий, 100 тысяч рублей и все, ты у цели. Вот эти, ну просто в нашей беседе хотелось бы еще как бы вот практические даже моменты осветить, куда, ну вот, где есть опасность. Вот я считаю, что многие зрители как бы возможно эти опасности недооценивают. я вот все время об этом говорю, что ведь самый страшный враг это тот, который прикрывается так удачно камуфлирует, что его, ну, он не с рогами ходит, он не... Естественно. Да. И в данной ситуации вот именно понятие секта приобретает уже прям широкое самое понятие. Если вот раньше это было конкретно, что называется, да, религиозный, прям антирелигиозный оттенок, в данной ситуации уже заходит со стороны экономики, со стороны там каких-то лидерских качеств, со стороны даже плода того, что там, как удачно замуж выйти или еще что-то. Ну, то есть с разных сторон в окружении в каком-то человек морально, если он, ну, не зрел или там молод или, опять же, не очень образован, находится в неком каком-то окружении постоянно. Ну, вот то, что вы говорили, Татаря Саркис, по поводу детей, да, что вот это яркий самый пример, это родители должны подавать. Ну, вот, скажите, а родители многие были, сейчас, которым 30-35 лет, например, они в 90-е годы их детство проходило, не самое простое время было, да, очень много, вот просто поделитесь опытом, как, может, какой-то пример, как человек вообще мимо церкви ходил, что называется, никогда не задумался, я даже в переносном смысле говорю, даже не то, что он, может, в таком городе жил, где не было церкви армянской, но я, имея в виду, свое, вот, не осознавал, ничего, и вдруг, вот, на вашу практику, как это, и вдруг с ним что-то произошло, вот, если можно поделиться, потому что очень важно, чтобы люди понимали, что это, ну, прежде коснусь вот того вопроса об этих тренингах и так далее, я, конечно же, человек, который за то, чтобы люди учились, я за науку, естественно, хорошо, когда человек учится, постигает науку, я за классическую науку, академию, вообще, я за классику всего, вот, если внимательно посмотреть, то все равно, какие бы тенденции, в любом, в чем бы ни было, мы рано или поздно приходим к классике, возвращаемся к классике, основа любой музыки, это классическая музыка, внутри любой музыки, какое бы направление ни было, внутри любой моды, какой бы ни было, это классика, и наука, это тоже классическая наука, где нужно просто учиться. И если экономику изучают много лет, ее невозможно за 10 дней выучить и стать экономистом суперкласса. Ну, это глупо. А то, о чем вы говорите, человек, который жил в период 90-х годов, когда был разброд вообще, когда родителям некогда было, да и они были воспитаны в духе отрицания, может быть, иногда и боязни зайти в церковь, потому что не разрешалось, я опять вернусь к тому тезису, о чем я сказал. Задай себе вопрос, а кто ты? Ну, если ты называешь себя армянином, что означает быть армянином? Это что? Это наличие чего? Из чего состоит? Это язык? Читаю, да. Знание или плохое знание. Но это язык, это обязательно. Ну, тут, кстати, ты встречаешь ребят, которые выросли вне армянской культуры даже, не то что языка, но при этом по ним видно, что они искренне любят Армению, хотят становиться армянами. Я поэтому и говорю, что человек может при этом не знать языка, но он придаёт значение языку. Придаёт значение языку. Далее. Культура. Во что помещены наши песни, танцы, вот всё многообразие вот этого всего, что у нас есть. Да? Конечно, да. Вера. Вот как народ, как собирательный образ. Мы христианский народ. Да. Есть у нас церковь. Да. Ты часть или ты не часть? Это очень важные вопросы, на которые человек должен задавать себе вопросы. Вот поэтому, как только ты найдёшь себя, задашь себе вопрос, а кто я? И как выражается моё армянство? Тогда ты ответишь себе на вопрос. Кем ты можешь быть, а кем ты быть не можешь? Знаете, вот то, что вы сейчас сказали, прямо перекликается с первым нашим выпуском нашей программы про ассимиляцию. Вот первый выпуск, который у нас был с Яразик Ливон, на ассимиляцию армянской диаспоры в 21 веке. Ну, то есть, грубо говоря, правильно ли я понимаю вашу тезис, то, что вы сейчас сказали, что достаточно ассимилировать человека, и он потеряет, и, по сути, ну, то есть, он перестанет осознавать себя, относить себя к какой-то нации, к какому-то народу, и, в общем-то, автоматически сразу выбывает, что называется, из христианства. Ну, то есть, грубо говоря... Вы знаете, мы уже этот тезис, вы затронули сами, я тоже об этом сказал, что сегодня в общество кидают какие-то новшества, и говорят, не надо прилипать к чему-то, ты гражданин всего, мир без границ. Ты гражданин мира, я гражданин мира, а для меня все равны. Конечно. То есть, такой эгоцентричный мир. Вы знаете, этот мир ни о чем. Мы равны, конечно, но в чем равны? Мы равны, прежде всего, тем, что Господь нас любит, и мы любим Бога. В этой любви, в божественной любви, мы все равны. Но мы не равны по нашему росту, весу, по нашим знаниям, по нашим возможностям, по нашим талантам. Мы не равны. А посему мы не можем быть и в чем-то другом равны. Но мы равны в самом главном, в этой божественной любви. Вот в этом есть равенство наше. А все остальное, оно кто-то умнее, кто-то нет, кто-то больше знает, кто-то меньше знает. Работают над тем, чтобы человека оторвать. Работа идет. Очень серьезная работа идет. Как противопоставить, что противопоставить этому? Потому что вот, ну, простой человек, он же не наделен, ну, знаниями, вот вашими, например, да, то есть силой, верой такой. Вот как ему быть в этой ситуации? Я приглашаю стать рядом с нами. Я приглашаю. Вы знаете, начать с того, чтобы прийти, вот живешь ты в городе, есть там храм. Приди в храм, зайди, познакомься со священником. Сделай первый шаг, начни с чего-то. Скажи, я ничего не знаю. Расскажите. Поясните, пожалуйста. Объясните. Все начинается сначала. Вот с первого класса. Я ничего не умею. Вот я пришел, я ничего не знаю. И мы пришли в церковь и тоже ничего не знали. Но это дорога, надо ее пройти. Мы просто приглашаем прийти, встать рядом с нами и быть в этом ковчеге. И человек научится. Мы прилагаем и приложим максимально усилий, что мы и делаем на протяжении уже почти 30 лет здесь в нашей епархии, для того, чтобы люди получили это образование и разъяснение. и не потерялись. Главное, чтобы они не потеряли свои души, а встали на путь спасения своей души. Церковь прилагала, прилагает и будет прилагать к этому все свои усилия, старания, любовь. Прежде всего, любовь. И пусть все знают, что независимо от того, в храме они или нет, мы за них молимся, потому что мы их любим. Потому что церковь – это мама. А мама своих детей не бросает. Детки иногда просто себя плохо ведут, забывают про маму. Но мама всегда их ждет. Мы приглашаем к внимательности человека, чтобы он внимательно относился ко всему, что говорят, что дают. Мы же выбираем, что кушать. Это тоже пища. Духовная тоже пища. И к ней нужно более аккуратнее относиться. Потому что, если такая материальная пища каким-то образом усвоится или нет, но все пройдет, то та пища, духовная или не совсем духовная, но напоминающая духовную жизнь, она может не пройти бесследно и ударить по душе, по сердцу, по уму человека. А там уже очень трудно будет. Мы просто приглашаем быть вместе с нами. Не рядом, а вместе. Не где-то стоять, а прийти в храм, прийти в церковь. Этому приглашает сам воскресный день, который называется воскресенье, который является первым днем недели, если вы помните. и в армянском языке он прям сразу, что понедельник Еркушапты, второй день недели. И название Киряки, это греческое название, Мяшапат, первый день недели. И ты неделю начинаешь молитву. А храме есть дом Божий. Мы отдельно, потом, если будет возможность, я, конечно, хотел бы коснуться того, почему церковь есть дом Божий, почему мы именно там собираемся, а не по кафе, по ресторанам, по квартирам, не снимаем, не арендуем какие-то залы, где проводим свой ритуал, а у нас есть специальное место, которое называется храм или церковь, Еки-Гатси, по-разному, молильный дом и так далее. Я просто хочу пригласить человека вернуться к своим истокам, вот и все. Ведь все направлено на то, чтобы человека от своих истоков вытернуть. Как вы уже заметили, разделяй и властвуй. Вот и все. Надо разделить. В том числе на религиозной основе тоже. Ну вот нас все время стараются делить, в общем-то, это не первый век, там, это происходит, да, но в данной ситуации просто благодаря новым технологиям это происходит молниеносно, это происходит вкусно, красиво, там, грубо говоря, человеку предлагают перестать быть на диете, кушать все подряд, вот как метафору вашу продолжаю с тем, что, да, человек есть выбор, а вот он не может выбрать, он не может остановиться, поедает все подряд, и вот нам, армянам, естественно, у нас есть мама, да, армянская апостольская церковь, вот как вы сказали, которая нас всегда ждет, и даже если мы там месяц или два к маме не заезжали, это не значит, что она нас больше не примет, я вот хотел еще один вопрос задать, ну, думал задавать, нет, но, в общем, задам, а вы, если получится ответить, вот, Оливик Симонян, не знаю, из какого города, она не написала, ну, понятно, что из России, в нашем городе руководитель армянской общины стал человек, который не является прихожаном армянской апостольской церкви, а является адептом новомодного псевдо-христианского течения, нормально ли это и как нам к этому относиться, ну, нам имеется ввиду, наверное, вот, членом армянской диаспоры этого города, членом армянской общины, это как, ну, хороший вопрос, да, о чем хочу сказать, фраза у тебя есть выбор, тоже брошенная в люди, что означает у тебя есть выбор, у тебя есть выбор, быть мальчиками или девочкой? Ну, как сейчас выясняется, людям пытаются это. У тебя есть выбор, быть сыном или дочкой? У тебя есть выбор, быть мужем или женой? Нет, у меня никакого выбора нет. Господь давно сделал выбор, стал родиться кому-то, мальчиком или девочкой, вот из этого все и складывается. Кому-то определил быть в этом народе родиться, кем-то определил в этом народе. Какой выбор? Какой выбор? Мы что, обувь выбираем? Вера — это обувь? Религия — это обувь? Нет, не на этом уровне. Я считаю, что выбор — это совсем другое. Выбор мы уже сделали в 301 году. А наши нахарары в 451 году очень хорошо ответили, когда нас вновь захотели превратить в язычников. Они сказали, христианство — это цвет нашей кожи. Это не одежда, которую можно одеть и снять. Это не меняется. Какой выбор? Я родился, и вместе с тем, что я родился, я по умолчанию принимаю все то, что в моем народе есть. Все. Все, что ценно в моем народе, начиная от языка, веры, культуры и всего и всего остального. Потому что я часть этого народа. Потому что я и те, кто жили тысячи лет назад, это одно и то же. Потому что я и те, кто будут жить тысячи лет потом, это одно и то же. А почему вдруг каждому поколению кажется, что они первые? Ты очередной. И от тебя требуется лишь одно — получить, сохранить и передать. Ты передатчик. Ты передатчик. Вот и все. Вот и вся суть. А все остальное выбирай, пожалуйста. Кеды, кроссовки, туфли, куртки, шапки. А это не выбирается. Какой выбор? И вот ответ находится на вопрос здесь, когда для человека показалось, что он имеет право выбирать, будучи армянином и будучи руководителем армян. А куда он поведет это армянское общество? В какую сторону? В сторону от Эчмиадзина, в сторону от Гегарта, в сторону от Татэва. Куда он поведет? В сторону от кого? От Грикора на Рейкаци? Получается, что так. Значит, это не в армянскую сторону, это от армянской стороны. Значит, не тот человек назначен там светским пастырем. Да, и община должна как-то его право быть, кем он хочет. Но руководитель должен правильно вести правильное русло и в правильное место. Считаю, что люди должны сами принять решение по тому, кто и как ими руководит. Должен ли данный человек быть их руководителем или нет. И при всем при этом предлагаю оставаться верными нашим истокам и нашим корням, свету и истине, которые мать церковь через священнослужителей, через прихожан, через верующих пытается внести или донести или передать. И надо искоренить этот вопрос выбора и в семьях тоже. Мы выберем. Ничего ты не выберешь. Все уже выбрано. Давно. Это очень глубокие вопросы. Потому что если ты будешь выбирать веру, религию, тогда ты должен дать право своему ребенку выбирать все остальное тоже. И имя, и отчество, и фамилию, и пол, и папу, и маму. Ну, так же получается. Или все, или ничего. Если говоришь А, если нет правил, то их нету нигде. Поэтому в этом нету выбора. Уже давно выбрали. Все выбрали, передали мне, я должен сохранить, передать следующему поколению и попросить у них сохранить это. Сохранить и передать дальше. А для этого нужно прилагать усилия. Верить и веровать означает в том числе действие. Это не просто сидя на диване, лежа на диване. Это действие. Это обязательства, это обязанности. Это права в том числе. Это труд. Это соучастие. Конечно, это труд. Вот представьте себе в ковчег в церковь. Она же плывет. Надо взять весло и грести. Надо работу производить. А пассажирам не надо быть. А невозможно быть пассажиром. Там нельзя быть пассажиром. Ты это живая церковь. Это не мертвая церковь. Это живая церковь Христа. Это церковь живого Бога. Там невозможно быть просто зрителем. Вот когда ты зритель, ты попадаешь туда, куда не надо. А когда ты соучастник, когда ты сел, взял в руки весло и начал грести, иногда и в шторм попал, иногда и в бурю попал, иногда и в штиль. Это работа. То есть по сути в сектах и пользуются этим, используя скажем так лень иногда природную человеческую склонность у всех есть к лене. И вот они предлагают не на ковчеге плыть, а на шестипалубном океанском лайнере, где ничего делать не надо, только потреблять все. Взнос заплати, за руки возьмемся, я сейчас скажу, и все у нас будет хорошо. Да, упрощение, где не надо работать, где не надо, в общем-то... Книжки в виде мурзилок, веселых картинок, как было в советское время, вот такие вот книжечки, которые могут тиражироваться миллионами штук и приходить из-за границы, где штаб-квартиры всех этих сект находятся не в России, не в Армении, естественно, далеко за океаном, откуда идет очень хорошая работа, пропаганда, финансирование. Для чего? Это война. Кстати, если позволить, я как раз хотел зачитать, в 2014 году архиепископ Аргев, на тот момент глава Арцахской и Парки, говорил, у меня имеется абсолютно точные данные насчет того, что уже с начала 80-х годов, когда еще почти никто не предполагал, что нагрянет перестройка, в США готовился массовый духовный десант для засылки на территорию Советского Союза, готовили огромное количество миссионеров, обучали их языкам союзных республик, мы по местной церкви на территории тогдашнего союза и соцлагеря Восточной Европы оказались явно не готовы к этому, и вдруг, откуда ни возьмись, появляется тот самый многопрофильный десант, которым были свидетели Игова, Пятидесятники и так далее и тому прочее. Ну это вот мне показалось интересным, кому как раз вспомнить, что... Экспансия, экспансия, война. То есть это не хаос какой-то, где просто вдруг случайно возникли воины тьмы, что называется, а это подготовленная... планомерная задача стоит с разных сторон, с разных фронтов, по-разному называемые, но с одного места финансируемые, воздействующие на все органы человека, на все его низменные чувства, на все его высокие чувства, вот на все. Корпорации работают, изучают человека. Хороший маркетинг у них, конечно. Ведь в 90-е годы и в конце 80-х годов вот где трудности, где землетрясения, где беда, где война, где плохо, а как человеку преподнести что-то и дать? Хочешь? Хочу. Приходи к нам. Мы тебе еще больше дадим. Купить. Завладеть человеком. Здесь вопрос, а для чего? Неужели кто-то где-то обо мне так сильно беспокоит? Но неужели где-то за океаном обо мне сильно думает? больше, чем твоя родная церковь, больше, чем твой родной священник, который, как добрый пастырь, готов голову сложить за тебя? Я думаю, нам важно всем задуматься и все-таки начать с себя. И вот ближайшее воскресенье сказать, я на пару часов отложу свои дела, выключу свой телефон, пойду-ка я, послушаю, а какую проповедь будет, о чем сегодня будет священник говорить? Дай-ка я постою, не понимая, о чем идет речь. Хотя вот буквально мы уже издали эту книгу, наверное, если Бог даст, еще ее тираж увеличим в дальнейшем. Вся литургия на русском, на армянском, даже русскими буквами на армянском сделали транслитерацию, то есть, чтобы было удобно читать, с объяснениями, с изложением всего. Ну, пожалуйста, будем готовы и дальше что-то печатать, давать, чтобы люди образовывались на том языке, на котором мы говорим, на русском языке, на армянском языке. Церковь готова. Как была готова, так и сегодня готова. Поэтому двери открыты. Если можно, у меня в связи с этим вопрос, такой не столько вопрос, наверное, сколько ну, опыт жизненный какой-то из общения с людьми. Есть много знакомых, которые были в церкви, но, к сожалению, не лучший какой-то опыт вынесли. То есть, либо им не понравился священник, может быть, и был повод. Да, там разные истории были. Ну, то есть, был у всех такой вот в сторону церкви, да, такой вот, какой-то обида, не знаю, то есть, они не получили, что хотели, может, может, не с тем шли вообще, что нужно. То есть, как бы тем, кто разочаровался в церкви, в классической, своей родной церкви, либо действительно, там, священник, может, где-то что-то сказал грубо, может, еще что-то. То есть, как вот этим людям все-таки повернуться в сторону родного? Ну, во-первых, я считаю, что есть двери, на которых слова выход нету. Есть только одно, вход. Я обиделся на кого? На папу? На маму? Я больше к маме не пойду? Это нормально? Это ненормально? Я думаю, что надо поискать вначале в самом себе. А что я хотел? Что я хотел получить? Зачем я пришел? Это первое. Второе, наверное, мы, как люди, похожи на вот муху и пчелу, которые в одном и том же месте летают, у них спросят, ну что? Говорят, такие красивые цветы, все так благоухают. А у мухи спрашивают, ну что? Он говорит, ну вот, а что ты искал в церкви? Что ты хотел найти? И к священнику пришел в церковь? Я к священнику в церковь не хожу. Это Божий дом, это не дом священника. Священник — это человек по определенным канонам и правилам, которому дано право нести свое послушание в церковь со своим характером, со своими человеческими качествами в разную сторону, плюсов и минусов. Но я не к нему прихожу. Вы же, когда заходите в магазин, покупая хлеб, не спрашиваете человек, какого морального облика пек этот хлеб? Вам нужен хлеб? Вы пришли и купили. Вам нужна обувь? Вы пришли и купили. Вы же, заходя в транспорт, не спрашиваете, а каков моральный облик водителя, который вас везет? Какой он отец дома? Нет вам. Нужна услуга, вы получили. Я при этом хочу заметить, что в церкви нет услуги. И, конечно, моральный облик священника должен быть высоким. Я не говорю, лучше или хуже других людей, абсолютно. Потому что вообще моральный облик человека должен быть высоким, кем бы он ни был. Но я думаю, что прежде всего разберись в себе, к кому ты пришел и что ты хочешь получить. Вот в этом, мне кажется, большая проблема. Я думаю, что мы должны научиться, во-первых, в том числе приходить в храм, заходить в церковь. Я поймал себя на мысли о том, что я никогда, если я в течение дня я много раз захожу и выхожу из храма, я никогда сходу не захожу в церковь, я останавливаюсь обязательно. Я обязательно останавливаюсь перед тем, как войти в церковь. Еще раз задай вопрос, куда ты захочешь, к кому? Это мотивация. К кому я пришел, от этого зависит твоя одежда, твой внешний вид, твое поведение. Хотя можно заметить, что человек как шел по телефону, разговаривал, так же и зашел в церковь, ему сделали замечание, он говорит, я здесь не нашел то, что хотел, повернулся и ушел, обидевшись. Мне кажется, вот большая проблема как раз современного общества в том, что общество уже это может быть не приговор, но диагноз точно, общество вырастает в общество потребителей и вот это, так сказать, отношение переносится и к церкви. То есть люди приходят как раз получить услугу. То есть вы меня должны покрестить, вы меня должны там отпесть, ну, образно говоря, от люльки, в общем, до могилы сопроводить, как вот такси там или парикмахер или еще кто-то. И вот это в приоритете у людей, ну, такое общество потребителей. В общем-то, я же про это и говорю, что секты как раз дают такое, вот возвращаясь опять же к нашей теме, да, секты как раз дают ощущение такого, ты заходи, ты главное заходи, ты все для тебя. И вдруг он потом приходит в обычную церковь, классическую, ну, то есть родную. Я сейчас даже не говорю, там, это армянская церковь, православная, любая, любая церковь, которая является, приходит и как будто он сам по себе, он должен вот у порога его кто-то встретит, сказать, что вы хотите, как в магазине, да, улыбнуться, и вдруг ему это не предоставляет человеку, это одна из причин, я не говорю, что все так, возможно, кто-то действительно, ну, церковь же, люди, служат церкви, такие же люди, как и мы все, ну, образно говоря, это бывают, наверное, люди, которые, может быть, и неправильно ответят, но большинство, вот, мне кажется, вот причины в этом, это вот потребительское отношение, никто не хочет труда себе дать, вот действительно, как вот, церковь сказал, что замедлит темпо ритм своей жизни перед входом в церковь, достаточно хотя бы этого. Да, человек до двери храма и после двери храма должен отличаться, невозможно беседовать с другом и беседовать, зайти в церковь, невозможно, ты же в кабинет к начальнику так не зайдешь, но мы здесь не про начальника, мы про творца, мы про место, где восседает, незримо восседает Господь, мы про это, какова твоя одежда, и вот сейчас, вот летний период, начинает нас уже пугать, какой только одежде человек, ладно, короткая, когда это шорты, когда это майки, сланцы, что произошло вообще с нами, мы разучились одеваться, правильно одеваться разучились, мужчина позволяет себе в спортивке выходить из дома и куда-то пойти, это же спортивная одежда, она предназначена для спорта, мы разучились одеваться правильно, со вкусом, красиво, к месту и не к месту, но в вечернем платье не ходят в церковь, я не ханжа, но в вечернем платье не для храма, ему свое место, но как-то человек зашел к Господу, чтобы Господь принял его молитвы, так, встань перед Господом так, чтобы твой один вид вот кидал тебе шанс на то, чтобы твою молитву хотя бы захотели услышать, ну согласитесь, все-таки мы встречаем по одежке, но одежда очень важный компонент, когда человек к тебе пришел знакомиться с каким-то вопросом, ну наверное ты посмотришь на человека, ну неужели нормально нельзя было одеться, побриться, расчесаться, причесаться. Ты извиняюсь, просто один известный писатель сказал, что как только мужчины перестали носить шляпы, произошел Рубикон, потому что в шляпе неудобно плюнуть на асфальт, а когда без шляпы, очень удобно, в шляпе она упадет, ну ты так не будешь, и вот такой смешной момент, но действительно в шестидесятых годах шляпы носили, после этого изменилось все, и вот вроде бы, вы правильно сказали, от одежды, от разных вот вещей, которые вроде бы являются простыми, простыми реально, но если в театр нельзя зайти в такую одежду, почему в церковь можно, ну то есть там в театре не будет же никто возмущаться, что его не пустили, да что там говорит про театр, мы все слышали где-то, так сказать, что существует фейс-контроль, и так называемый, даже в обычной, дресс-корт должен существовать, и особенно к культовым местам, к местам культового поклонения, храмов, церквей, конечно же, там должна быть особая одежда, и даже если ты турист, ты не турист в храме, ты турист для себя в этом городе, но не в церкви, так просто в церковь не заходит, давай просто зайдем, рядом проезжаем, твоя одежда недостойна того, чтобы зайти к Господу, ни в церковь, ни к священнику, я предлагаю для того, чтобы поменять мир, чтобы каждый изменил самого себя, и те ребята, те люди, которые, к сожалению моему, может быть, не нашли того, чего искали, пусть еще раз придут, но пусть поменяются, потом придут, изменятся, и подумают, для чего они пришли в храм, к кому они пришли в церковь, это очень важно, да, конечно, и я думаю, если это касается, в том числе, и города Краснодара, ну, по крайней мере, всегда есть выбор, к какому священнику подойти, это тоже очень важно, еще очень важно, все-таки, завязать, это вот, паства и пастырь, вот эти вот, взаимные отношения, не просто я пришел, получил услугу, ушел, через 20 лет пришел, получил услугу, ушел, а потом пришли, отпели, нет, вот с момента крещения, завязать, вот эту дружбу, между сыном и отцом, между прихожанином, и пастырем, чтобы вот эта вот цепочка была, и тогда, я говорю вам, никакого разочарования не будет. То есть, вы за то, чтобы церковь была семьей людей, не просто зданием... А это и есть семья, конечно, это и есть семья, это мы все, поэтому я начал свою речь именно и встречу с того, что мы и есть церковь, и священники, и верующие. То есть, понять надо свое место в этой семье? Конечно, кто я, и какое я несу с собой, вот, какова моя роль, в этой семье? Моя роль какая в этой семье? А если я пришел в гости и требую от себя особого, от всех особого к себе отношения, я гость, а вы возле меня? Да нет, ты не гость, ты член семьи, заходи, бери, садись, поклонись, помоги нам это сделать, помоги, ты же часть семьи. Вот с таким, наверное, уже настроением приходить. то я часть. Знаете, я тоже что-нибудь сделаю. Знаете, Тельсен, вы вот тему эту важную тоже коснулись сейчас, я думаю, что это тема вообще для отдельного разговора, даже поэтому приглашаю вас, ну, когда будет такая возможность, еще раз к нам в гости поговорить. Знаете, вот о чем, о том, что вы сейчас сказали. многие люди не знают элементарных каких-то вещей, правил там, вот, ну, скажем так, территория до церкви, территория, когда ты уже вошел, как вести. Многих, кстати, не знаю, не пугает даже, вот оно как бы, он может быть скромный, и человек боится спросить, или стесняется спросить, и думает, да, лучше не пойду. Это, знаете, как если человек плохо говорит на языке, он лишний раз им не козыряет, да, как бы там, плохо английский знает, там, старается весь философских бесед на нем не вести. И вот в данной ситуации, а ему вот, возможно, мы с вашей помощью в следующий раз, вот, как вы относитесь к такой идее? С радостью принимаю приглашение, об этой теме нужно поговорить, эта тема важная, особенно для той части нашего прихожан, и приходов, где уже сформировалась определенная часть людей, которые, вправду, и же воскресно, может быть, в течение недели пытаются обязательно бывать в храме. Все-таки важно, как мы одеты, как мы заходим в храм, и что нам сделать перед тем, как пойти в храм. С чего начать? С чего начать? Если ты вообще первый раз взрослый. С чего начать? Я уже не говорю о том, что это таинства, которые проходят, когда крещение, когда венчание, ну, вот, в общем-то, понять, как себя вести. Эти правила, я думаю, мы о них обязательно поговорим, вот, и пригласим все-таки людей к тому, чтобы они последовали этим правилам, хотя хочу коснуться того, что во многих храмах при входе написаны именно данные каноны посещения церкви. Их даже можно элементарно прочитать или спросить у священника, хотя, опять же, как вы заметили, правильно, есть люди достаточно скромные, такие стесняющиеся, всех и вся, лучше не пойду, чем пойду, я ошибусь, не так сделаю, не так стану, да, вдруг, и так далее. Хотя в приходе, сформировавшихся приходах уже есть некий костяк прихожан, которые сразу замечают такого человека, обязательно берут некое такое опекунство, начиная над такими людьми, или сам священник передает данного человека на вот такое вот духовное братское опекунство. Это семейного формата так и должно быть. Вы знаете, я ничего нового не открываю, это и есть семья. Церковь — это семья. В церкви есть семья, поэтому здесь очень все, здесь в добре все находится. Все в добре. Поэтому никогда священники не обратить внимание на то, что там ребенок пробежал маленький, абсолютно, на то он и маленький. Он не может 2-3 часа стоять. Он должен побегать, попрыгать, там еще что-то сделать. Да, конечно, лучше, если родитель выйдет на какое-то время на улицу и так далее. Я думаю, что тот человек, который окунается, в приходскую и в церковную жизнь, уверяю вас, находит то, что нигде больше не найдешь. Там есть радость. И эта радость, она не проходит, как те радости, которые в материальном мире нас радуют день, два, месяц, год, а потом пропадают. Это радость навсегда. Потому что эта радость касается нашей души, а то тело. А поскольку тело временно, то и радость телесная временная, а душа вечная, поэтому и радость души, она тоже вечная, она всегда. Поэтому я еще раз хочу все-таки пригласить вернуться домой наших братьев и сестер. Бывает, что ошибается человек, бывает, что упал, бывает, что испачкался. Встань, тряхни, очистись, приходи домой. Мы тебя просто ждем. Спасибо вам. Мне кажется, была очень интересная и полезная и самая главная беседа у нас сегодня. Надеюсь, что зрители напишут в своих комментариях понравилось им. И какие, возможно, на следующую нашу встречу вопросы, даже конкретные по теме, которую мы потом напишем, будет следующая наша встреча. Спасибо. Если можно, я несколько слов... Да, и вот хотел как раз вам сказать, чтобы обратились в финале нашей программы. Во-первых, еще раз поблагодарить за возможность, за то, что есть площадка, пожелать этой площадке процветания, чтобы у вас были интересные проекты всему вашему коллективу творческому, чтобы у вас все ладилось и чтобы все это было основано на добре, как в церкви, на вечных ценностях, чтобы это все было устроено. Тогда вы будете долго идти. Желаю вам долгого плавания, хорошего плавания. И хочу сказать о том, я не актер, не профессиональный журналист. У меня речь более поставлена в храме, потому что обстановка там духовная и очень сильно влияет, ну, по крайней мере, на меня очень сильно влияет. Здесь обстановка мирская, студийная, и я все равно как бы то ни было волнуюсь, переживаю, и поэтому я хотел бы сказать, что если что-то и не совсем у нас сегодня получилось, хотя я очень старался, но я думаю в одном проекте тех вопросов, которые вы сегодня коснулись, мы, конечно, не сможем раскрыть всю полноту, но я думаю, что в течение нескольких проектов мы хотя бы сумеем на определенные вопросы и какие-то ожидания слушателей и зрителей обязательно ответить. Поэтому еще раз благодарю, молимся за вас, просим у Господа мира, благоденствия и надеемся на то, что у нас еще не один раз будут хорошие, добрые встречи. Храни вас, Господь. Спасибо. Мирам всем и нашим домам и нашим семьям в нашей стране, в которой мы живем. Храни вас, Господь. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. И в конце нашей беседы я бы хотел привести слова великого немецкого писателя, и Аганна Гетте. Есть две вещи, которые родители должны дать своим детям. Корни и крылья. Берегите себя. До новых встреч. Стэс Цюн.